Есть женщины в русских селениях, которые являются примером для каждой представительницы прекрасного пола. Вклад тружениц в развитие своего родного края сложно переоценить. Обратите внимание, кто у нас работает в сфере культуры населения? Женщины. Кто у нас работает в сфере образования? Женщины. В сфере медицины населения? Женщины. То есть весь социальный плац сегодня лежит, конечно же, прежде всего на женских хрупких плечах. Областной совет женщин всячески поддерживает белгородских селянок, тех, кто не только создает уют в своей семье и доме, но и доказывает, и за пределами города можно быть активными и наслаждаться полноценной жизнью. Мы сегодня проводим конференцию «Село в достатке, страна в порядке». И в рамках нашего проекта большого «Женщины за социальное развитие села». Наши родные селяночки, чьи, конечно, всегда натруженные руки, и я низко кланяюсь таким женщинам, которые всегда и ухожены, и многодетные есть матери, и большое хозяйство домашнее ведут, и приусадебный участок, и они все успевают. Подвели итоги областного конкурса «Женщина-хозяйка на селе», наградили победительниц в пяти номинациях, выделили лучшую молодую хозяйку, активистку, тружницу и патриота родного края, не забыли и многодетных мам. Мы изначально поселились на селе, воспитали трех дочерей прекрасных, я и работаю на селе, и тружусь, и занимаю активную жизненную позицию в сельской администрации, участвую во многих массовых мероприятиях. Какие они девушки на селе? Вот вы сказали, даже спрошу там прыгать. Да, активные, красивые, а мы такие, такие, как я. Обсудили на встрече и проблемы, как вести сельский бизнес, как удержать молодежь, как защитить права сельских женщин и их семей. Нет сомнений, что пока есть такие хозяйки, будущее даже самых отдаленных уголков региона в надежных руках. Виктора Пальков и Дмитрий Ерема. Белгород. Медиа.